ой проснулся я полтора часа назад съела только банан среди нас уже последний банан остался офигеть можно да надо что-то решать очень любим банан и да так сейчас решила на завтрак себе второй раз вчера я делала на завтраке нюрнбернские колбаски сегодня буду вот на завтраке колбаски пожарь пожаре их буду завтракать а да и сварю кофе конечно на сварю себе кофе елка дальше ну надо куда-то выбираться сейчас пока думаю куда конкретнее лучше поехать и как то есть либо поехать кататься на велосипеде что конечно же классная велик это я очень-очень люблю либо поехать куда-нибудь типа в коломенской съездить давно я там не была ну не знаю думаю пока что куда что-то как так в общем для этих колбасок знаете лучше все-таки добавить немножко маслица я добавляю потому что если не добавить вот я не добавила вчера они начали гореть и знаете прям гореть горю пахло кладем две такие замечательные колбаски и посмотрите потом как они прожарятся они выглядят очень круто классно и вкусно что характерно с кофе будет вообще идеально вот такое печенье вам хотела показать смотрите приобрели мы в пятерке любятого из самого сердца русских полей звучит смотрите приятно не правда ли лимон и мята но по факту это печенье оказалось совсем невкусным вообще не интересным пресноватым я даже сказала и ни лимона ни мята здесь не общаются вот так оно выглядит похоже чем-то на овсяное внешне немного так вот эти нюрнбергские вкуснейшие колбаски пожаренные другой страны у меня даже чуть посильнее ведь так ой вкуснятина такая кофе налила кому интересно да какое кофе сейчас пью это вот кофеманы должны интересоваться мне было бы интересно у меня муж он принес с работы у них там чайно-кофейная компания она была чайная сейчас они расширяются вот у них теперь еще и кофе и вот такой вот кофе причем магазинах я его не видела вот в обычных магазинах нет не наблюдала но тем не менее если увидите вот фреш кофе называется кофейная фабрика сорт премиум мужу очень понравилось и он у них приобрел муко я вам сто процентов арабика мне первый раз что-то не понравилось а потом знаете ничего ничего прям очень даже хороший кофе я вам реально его рекомендую даже тот био из ашана который мне вообще перестал нравиться теперь я вот только вот этот пью кофе он действительно вкусно он зерна перемолола такие вот они и естественно я сделала перемолку так банку у меня где-то и банка специально он хотела показать я наверное убрала автоматически сейчас вам покажу ничего страшного в общем колбаскам я возьму багетик из ашана с подовой печи вот и без всяких соусов потому что сейчас я очень твяжу за желудком так как он у меня болел сейчас прошел слава богу я честно говоря вылезла на фосфолигеля а вот и перестал болеть но естественно сменил немного питание конечно для желудка и это вредно но в принципе ну как бы меня желудок на это отрицательно не реагирует так что нормально есть можно главное не добавлять соус у меня в основном проблема в этих соусах вот на них желудок быстро реагирует тут взял у меня муж рико какой-то там соус но сейчас он даже вы нам покажу у нас по мостался после него меня вообще скрутила вот раз уж я встала за соусом показываю вот здесь перемолотый кофе и тем не здесь такая чайно-кофейная полочка мне она так нравится вообще здесь еще вот этот вот амбаста рабика wild nature кофе сублимированный но он действительно знаете неплохой я ненавижу сублимированный кофе но этот он правда похож на натуральный и вот этот вот биво про котором говорила сейчас он мне уже не нравится после того кофе представляете корица цикорий цикорий вот этот вот растворимый после которого у меня блин болит голова после кофе не болит даже сейчас а после этого цикория болит ну вообще извините что мне такой чай дарить ой еще мне такой чай дарили чайная традиция душистый чай пасхальный вот мне узнать вам нравится такой запах вообще класс просто обалденный аромат ну вот так вот я вам показала так сказать немножко естественно здесь вот это вот любимый чай травяной мужа ему тоже нравится в принципе но летом да неплохо так ну куда мы все влезли ага возвращайтесь так цикорий да куда подальше а вот этот поближе вот так а кстати у меня еще муж с работы принес вот такой лао ча пакеты такие вот именно видите типо одноразовых или для рекламы ну что такое я так понимаю надо его спросить вообще что это за пакет и вот этот соус а он чесночный зеленым луком и чесноком короче ребят у кого желудок чувствительный и реагирует на всякие такие вещи то не берите не ешьте ни в коем случае биоконтроль сача он в принципе вкусный жалко конечно что моему желудку не подошел ну и для завершения в общем я добавлю остатки сливок ну то есть я их взбивала причем хочу сказать что первый раз я из упаковки взбивала не сбились а второй раз стала сбивать не уже не сбились возможно что именно хорошо сбивается в том случае если вы сразу все забьете а второй раз уже не работает ну как то вот они не сбились к сожалению хотя вчера камень сестеринка приезжала хотела подать хорошо мне еще остались от предыдущей порции да вот эти сливки взбитые я ей дала их а а то бы да как непонятно чем добавляю очень конечно офигительно получается ой видите как жирненько как вкусненько да да вот такие дела так что все буду завтракать приятного вам аппетита ну и все пойду есть пока что сижу тут на сайте рифгош смотрю значит на какие ароматы у них сейчас идут распродажи но дело в том что вчера заходила в рифгош и там потестировала ароматами пришло смс о том что сейчас глобальные скидки до 50 процентов принципе это и здесь на сайте есть и постоянно консультантка мне говорила подходила что имейте ввиду что эти ценники и эти ценники только в этом магазине а в другом могут быть совсем другие довольно странно не правда ли но имеется ввиду скидки на те товар которые у них есть в других магазинах могут быть на другие товары а на эти уже не быть а это странно ребят на сайте же я зашла посмотреть да вообще зачем сюда заглянула ну помимо того что глянуть какие вообще ароматы идут по скидке зашла посмотреть те ароматы которые мне понравились для того чтобы их название скопировать и прочитать на фрагрантике отзывы ну в целом да интересно все таки вот такие дела ребятки вот сейчас сижу смотрю и самое интересное что вот например а вот аромат от arman bassi который я тестировала он был по скидке а вот этот насколько я приблизительно хотя бы помню а здесь аромат вот этот который присутствует он там по скидке не был стоит он 1690 возможно так ну может быть я что-то путаю что не было скидки мне так запомнился что мне это этот флакончик всегда привлекал внимание поэтому обратила я на это вроде бы скидки не было но утверждать я не стану разумеется но что могу точно утверждать это то что я смотрела вчера аромат это 7 яки офигительный он мне очень очень прям запал в душу но его там вернее его тут по скидке тупо нет это тоже странно и того аромата другого от arman bassi до который был по скидке там у них сто час вообще реально копейки тысячи три с чем-то он тоже здесь не присутствует по скидке вот такие дела в интернет магазине вас тоже до скидки на другие товары вот этот аромат слушайте я потестировала black опиум туалетная версия да аромат пахнет кофе действительно аромат сладкий но боже мой какой посредственный не обижайтесь те кому нравится но для меня он оказался каким-то совсем уж простецким и более того мне даже не понравился то есть я стал его вдыхать ну чем дальше он раскрывался тем больше мне он казался неприятным на клое сейчас вот видите тоже аромата от клоя некоторые идут по-моему да не некоторые один это тоже аромат не айса у меня есть пробник на него что тут еще есть вот и вот этот мне понравился смотрите тут же он есть по скидке есть да мы увидим что он действительно идет по скидке и так смотрим на 10 на 40 40 короче миллилитров тоже цена нормально но я хочу отметить что это не летний аромат если это себе мияки мне очень-очень понравился такой легкий цветочный и он подходит идеальный на лето в том числе и на весну то тут по моему только весна осень но тоже неплохо так осень может принципе взять так вот все ребята еще не буду я сейчас дальше здесь просмотрите он так выделил эти ароматы вот это 7 яки опять же вот на этот есть скидка да и в этом тестировала это это кошмар и ужас вот мне действительно не понравилось прям совсем что редко бывает вот я принципе либерально отношусь к ароматам так как парфюмерный маньяк так как коллекционер парфюмерии то больше степени парфюмы мне я найду в них так сказать но вот порой типа вот того black opium и вот этого это нет совсем не моё совсем не моё то есть я даже не могу дать им шанса серьезно ребят даже если мне подарили бы я не знаю пользовался бы я еще такой аромат томми хилфигер томми за герл туалетная версия но я помню что раньше все время стоили бюджетно откуда сейчас взялась сумма 2500 непонятно сейчас мы взглянем кстати тоже от этой марки действительно там я увидела на распродаже что хочу отметить ну вот он у них еще не прогружается почему то ну ладно ставим его пока я просто хочу писать литраж на какой литраж это сумма кинзо мой любимый аромат распродает о да видите у него периодически тут в общем сайт виснет черти что не знаю у них сейчас сайт вообще работает очень плохо то ли его действительно сейчас атаковали хотя там не так много вроде скидок чтобы прямо на него набрасываться либо что то еще тоже вот хочу посмотреть но попозже а кстати вот этот аромат я тоже рассмотрела он такой приятненький ягодный ну 3000 то опять же за что за 30 миллилитров вот она вроде прогрузилась значит смотрите что у нас 30 миллилитров но не смешите меня а тут что ну тоже 30 миллилитров но в принципе где здесь скидка можно 50 давайте посмотрим в магазине на этот мой любимый аромат скидки опять же я не видела да действительно 50 миллилитров 3000 сейчас стоит ну в принципе я считаю что выгодно я этот аромат обожаю но он у меня есть так люпакин зо он у меня есть да и мне как бы его смысл сейчас покупать нету но если бы у меня допустим он закончился уже я бы да я бы схватила вообще за 30 50 миллилитров вообще идеально все вот мы прошли то есть по факту здесь уже не много ароматов и нет тех тех которые там распродаются или наоборот есть те которые там не распродаются ну в общем непонятно ладно так зайки в общем я собралась планировала поехать уже в этот самый в парк там позагорать сейчас уже тоже солнце садится потихоньку ну можно в принципе все равно еще пока время есть немного но почему мое время увеличилось потому что неожиданно вернулся муж и вот целый час мы выясняли всякое разное разбирались почему у него там шина сдутая но тем не менее вот я в купальнике да в любом случае либо загорать либо что солнце боюсь не разделяет твоих интересов это просто дома сейчас пока солнце как бы кажется что меньше но туда куда я поеду там солнца всегда много до самого позднего так сказать вечера когда уже начинает темнеть такие дела ну что ты в итоге со мной ты собираешься или нет на велосипеде нет ну а как собираешься ну ногами пойдем ну конечно не туда туда пока дойдешь туда мы ногами то пойдем кстати видите я рому подстригу но он себя кстати достригал эту машинку между прочим ну не важно суть песок ну какой песок куда пойдем то пойдем к метро посмотрим какие парфюмы тебе не нужно покупать отличная идея отличная ребята я же вам показывала да парфюмки можно принципе дойти глянуть еще одно раз а там может еще куда свернем тут суши поможем играть